Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 1, вопрос 413. «Почему дети похожи на родителей?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие, 1 глава, 12, 21 и 24 стих. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу, животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. Животным растениям при самом акте творения Бог дал повеление производить похожее. Человек сотворен по образу и подобию Божию, но уже в детях своих он стал рождать по своему подобию, по испорченной плоти и душе. Бытие, 5 глава, 3 стих. Адам жил 130-230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя Сиф. И то, что дети рождаются похожими на родителей даже внешне, в походке, характере, наклонностях, дается Богом промыслительно, чтобы этим еще более вызвать любовь родителей к детям и детей к родителям. Притом, как-то так соединяется в одном человеке качество двоих, даже в лице, чьи-то глаза, чьи-то губы, как под копирку вылитый отец или мать. Пластические дорогостоящие операции не могут отразиться на рожденного от таких, в кавычках, красивых артистов. Дети родятся с такими же, в кавычках, рубильниками и пучеглазостью, какими были в детстве их родители. Редактор субтитров А.Семкин